итак друзья я вам уже показывал видео с проверкой старых советских часов у которых светящаяся краска была сделана из солей радио теперь давайте посмотрим какая часть все-таки больше излучает в этих часов вот сначала померяем фон вот уже несколько проходов прошел вот режим f как видите микразивисты в час 015 принципе вполне нормальный фон нормальным считается фон до 0 5 микрозиверта или 50 миллионген час ну и чтобы вы представляли о каких часах пойдет сегодня речь я покажу в каком виде они могут вам встретиться они выпускались в разном оформлении но механизм выглядел вот так вот челябинский часовой завод теперь давайте вот так вот вот так вот хаотически разобрал эти часы вот заводное кольцо сам механизм механизм со снятым балансом вот здесь коробочка у нас баланс и секундная стрелка и вот здесь минутная часовая стрелка и шкала поехали вот очередной просчет закончился один из микро зимов сейчас кладем сначала на колечко вот на колечко кладем и смотрим здесь конечно возможно погрешность так как рядом лежат вот отодвинем чуть подальше сантиметров на 30 вот то есть заводное кольцо где-то 22-25 сейчас еще погоним круг повторяю я не мыл механизм вот видите заводное кольцо в принципе можно будет помыть все в норме будет 0,2 дальше кладем вот стрелка и баланс вот вот сейчас я в коробочку сложу ой так вот вот стрелка и баланс воду вот 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 здесь чистенько так теперь механизм чувствуете по звуку чаще циферблат циферблат я даже через фольгу положу вот так вот вам циферблат зашкаливает то есть вот это вот дома хранить лучше не надо я поднимаю конечно что стекло часов практически все излучение останавливает от греха подальше в разобранном виде конечно держать вот такие вот часы челябинского часового завода их иногда продают как танковые запомните а теперь друзья я помыл эти запчасти от часов обильно водой под хорошим напором воды с мыльной пеной вымыл сейчас видите из стрелок всю свето массу сейчас повторим измерения берем наше колечко кладем наш дозиметр включаем давайте уберем до прогона буду делать в пределах нормы ну стабильно 16 колечко откладываем так теперь баланс градусник стоят девочка секундные также как первый раз делаем вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и самая грязненькая наша... Это стрелочки... Увы, светомассу, конечно, не отмоешь... Все... Уже три волны... 1,29... Да, превышение... Отдельно с циферблата снял стрелки и шестеренку... Стрелочную... Меряем... Да, со стрелок светомасса отлично снялась... Все нормально... Так... Сразу зашкаливает... По звуку слышу... Все... Даже дальше мерить не буду... Все понятно... Завернули циферблат в фольгу... Пробуем... Завернули... Завернули циферблат в фольгу... такие же тоже с заводом впереди тоже светомасса потертая правда сейчас наклоню увидите сверху кладу чистенько чисто фон вот свидетельство о поверке читаем номер 39 115 вот сам аппарат как видите тоже 39 115 и еще раз для закрепления вот такие вот часы мы сегодня с вами проверяли вот таким вот домашним любительским дозиметром всего доброго будьте здоровы не забудьте подписаться иногда выкладывают что-то интересное всего доброго спасибо за внимание